В эту субботу страна отмечает День российской науки. Студенты и преподаватели Ненецкого аграрно-экономического техникума по многолетней традиции в учебном заведении провели научно-практическую конференцию. И принимают участие не только коллектив учебного заведения, но и представители предприятий города. Впервые такая конференция состоялась в 2010-м. За четыре года число ее участников выросло с 27 до 75 человек. Да и работы, которые студенты и преподаватели выносят на суд коллег в этот день, стали намного серьезнее. Все-таки в конференции принимают участие 15 кандидатов наук. В этом году конференция отличается тем, что у нас большее количество учителей города и округа приняли участие. Они поверили, что это действительно стоит того, чтобы к ним готовиться и участвовать. Поэтому количество участников увеличилось и количество секций. В этом году, если в прошлом году было 5, в этом году 7 секций. В каждой секции можно найти актуальные работы, так и экономисты провели мониторинг современных экономических процессов в нашей стране. Педагоги и психологи выявили основные проблемы подростков в Ненецком округе. А математики и физики рассказали о геометрических формах города Нарьенмара по теории фирма. Участникам конференции не терпится поделиться своими находками в науке. Вообще да, это интересно очень. Потому что ты для себя много всего узнаешь, прежде всего. И все-таки даешь это всем. То есть что-то сделал. Мне бы хотелось поделиться, чтобы люди обратили внимание на лес, также не пытались его загрязнять, не вредить ему. Разнообразнее всего доклады в области экологии. Все они практической направленности. От изучения проблем планеты в целом до исследования нашего города. Одну из работ посвятили изучению снежного покрова Нарьенмара. Юные ученые провели только первый этап исследований, но уже готовы сделать предварительные выводы. Экологическая обстановка в нашем регионе благоприятная. Единственное место, где у нас кольцо дорожное, детский сад, и там больше всего загрязнение. Как говорят сами участники, большая наука начинается с малого. С таких вот работ не исключено, что некоторые из сегодняшних молодых исследователей займут достойное место в плеяде прославленных ученых.